Доброго времени суток, дамы и господа, продолжаем прохождение Сити Скайлайнс. На фоне нашей пробочки кажется, что на самом деле все плохо. Пробочка действительно на самом деле создалась дикая, и она прям вот досюда. И я пока что ничего не придумал насчет того, как бы эту проблему решить, и вообще какого хрена эта проблема здесь нарисовалась. Может быть все-таки надо что-то сделать с дорогой, потому что, ну блин, видите как они тупят, да, что они делают. Но это такой косяк игры, наверное, в большей степени. Здесь есть такая штука, что вот начинается перестроение, они не могут изначально сообразить, куда им ехать. Ну, на самом деле так и в жизни, как бы классика. С левого ряда перестраиваются в самый правый, чтобы повернуть, потому что левый ряд едет быстрее. В общем, не знаю, насколько эта механика здесь работает, прям как в жизни, но тем не менее, похоже именно на то. Я очень хотел бы все-таки добиться результата 85 тысяч, наконец-то открыть для себя вот эти вот территории, и попробовать таким образом пробочку разрулить. Но тут как бы вопрос в том, что все едут с этой стороны, и, возможно, не совсем эту проблему-то решит. Потому что, ну, захотят ли они действительно так много объезжать в ту сторону, если только я не удалю им какие-нибудь вот эти вот дороги, и им тупо не придется ехать туда. На самом деле мы можем провести эксперимент. Давайте вот эту дорогу мы отсюда выпилим, потому что, ну, блин, она как бы на самом деле создает определенный трафик. Видите, сколько машинок сюда едет. В целом почти постоянно сюда кто-то поворачивает. И таким образом мы можем заставить их ехать прямо, а не ехать вот здесь. Вывести, наверное, какую-то отдельную дорогу тупо прямо тоже можно попробовать, но насколько это будет удобно. Я предлагаю пока вот это вот выпилить и посмотреть, что будет через некоторое время, в надежде на то, что все-таки машинки найдут какой-то другой путь. У нас осталось, в принципе, не так-то и много места, чтобы застраиваться, а жителей надо еще прилично. Давайте посмотрим по уровням. В новых районах что-то уже как бы вроде подбирается к пятому, да. Ну, здесь у нас коммерция, здесь у нас есть какие-то жилые здания, да. Давайте на них посмотрим. А вообще, я так понимаю, не все построилось. Да, еще в процессе, мы все еще строимся, нужна опять же коммерция, по классике нужны деловые зоны. Мне все-таки есть желание огромное вот здесь сделать, наверное, еще сколько-то коммерции. Что у меня вообще здесь произошло? Что вот это такое? Кто бы мне подсказал? Вроде мы видим нормально, здесь мы видим вот так. Ну, ладно, пусть будет как будет. Кампус продолжает получать новых студентов, там все, в принципе, хорошо. Если честно, хотелось бы, чтобы вот это не выскакивало постоянно. Но оно, я так понимаю, будет всегда выскакивать. Слушайте, ну, вроде что-то начало двигаться, я, конечно, понятно, что скорость включил. Да нет, ни хрена не начало двигаться. Пока что здесь такая же дичь, как и была. Я пока что-то не очень понимаю. Но, по большому счету, мне нужно вот отсюда дорогу вывести прямо вот сюда. И сделать здесь некие макароны. Но они здесь вообще разворачиваются. Я не очень понимаю, зачем им это надо, если честно. Если они могут развернуться вот здесь, да. Смотрите, вот машинка поехала сюда, заехала и развернулась, да. То есть, вы хотите сказать, что им надо на эту сторону, да. То есть, вот так это работает. Слушайте, хорошо, а если такой вариант мы возьмем и дадим им здесь разворот? Здесь у меня тоже начинается какая-то дичь. Вот здесь им дадим выезд на шоссе. Поможет ли им это и будут ли они пользоваться этим объездом? Ну, давайте поэкспериментируем. Мы ничего как бы не теряем. Блин, ну а что так криво-то? Давай как-то нормально делать уж, нет. Мы ничего не теряем и попробовать можем. У меня постоянно денег вообще теперь идет очень мало. Я не знаю, связано ли это с трафиком и вообще влияет ли трафик на количество получаемых денег. Но почему-то есть подозрение, что все-таки такое может быть. Давайте выведем вот сюда отдельный выезд и посмотрим, насколько им будут пользоваться. Да, соответственно, возможно, это поможет нам вот здесь вот часть трафика забрать и увезти его туда, куда ему надо. Пока что я не увидел какой-то активности здесь. Вообще никто сюда не едет. Я просто тогда не понимаю, а куда вы нахрен едете? Зачем вы разворачиваетесь? Ну-ка давай еще раз посмотрим. Вот ты, например, вот ты сейчас куда поехал? Ну-ка стой, я тебя поймаю. Я тебя поймал. Ну и что? И ты поехал вот сюда? Чего? Тебе зачем сюда, братишка? Ты что здесь собрался искать? Я не понимаю тебя просто. И поехал ты прямо, да? Ну и чего? А, и поехал ты в итоге вот туда. Слушайте, погодите-ка. Так я не понимаю. Но у тебя же здесь есть проезд. Если ты приехал оттуда, то у тебя здесь есть проезд. Не понимаю. А, если ты даже приехал отсюда с внешних связей, у тебя есть проезд вот сюда напрямую. Нахрен ты там разворачиваешься? Ну, соответственно, какие еще могут быть варианты? Ты приехал вот отсюда, даже если ты можешь напрямую поехать туда. Опять же, зачем ты разворачиваешься, дружище? То есть ты, может быть, хочешь отсюда напрямую попасть вот сюда? Но это нет. Мы видели, что он поехал по этой дороге. Короче, достаточно странная история по маршрутам. Пробочка здесь собирается все больше и больше. Меня это немножко настораживает и пугает. Но я все-таки надеюсь на лучшее. Количество людей уже приближается к отметке 85. И я думаю, мы сейчас ее перейдем. Слушайте, я не знаю. Может быть, я что-то не вижу. Напишите мне, что я не вижу. Вот реально, давайте подумаем. Тут во все стороны можно разъехаться. Вообще во все не обязательно здесь разворачиваться и здесь создавать трафик. А, погоди. А если у меня едут вот эти ребята, то они разворачиваются здесь? Ну нет, они сюда не едут. Я подумал, может быть, с фермы они разворачиваются, проезжают вот сюда. И потом встают вот сюда, да? Ну, вы поняли логику. Но они этого не делают. И, соответственно, у меня вопрос, а какого хрена вообще здесь происходит? Вы что творите-то вообще, ребята, с ума что ли сошли? Вроде как бы не загружены. Сюда вообще никто не едет. Всем пофигу на мои съезды охренительные. Ну, почти всем. Тут есть пару машинок, которым не пофигу. Но, тем не менее, тем не менее, нелогично. Ни хрена получается. И я что-то не могу понять до сих пор. Ладненько, я вижу, что цифра 85 тысяч уже не за горами. Возможно, сегодня у нас все-таки... Ну, невозможно, а точно у нас получится сегодня сделать вот эту дорогу, которую мы так давно хотели. Вот это вот все дичь мы убираем. Делаем нормальный съезд. Выводим туда шоссе. И делаем ту самую окружную, о которой говорили ранее. Есть ли смысл здесь улучшать дороги до какого-то другого уровня? Я думаю, что нет. Давайте мы попробуем вернуть вот эту вот штуку, чтобы они здесь не перестраивались. И пускай они едут на все три стороны, потому что здесь трехполосная дорога. Может быть, это что-то решит. Но я в этом, если честно, очень сильно сомневаюсь. Пускай будет три полосы. Может быть, я вот таким образом и накосячил. Может быть, они поедут. Я не знаю, очень много может быть. Но все-таки мне хотелось бы верить в лучшее, потому что страдают они действительно какой-то фигней. Но мое расследование продолжается. Я не нашел какого-то ответа, честно. Я просто хотел бы найти его вот прямо сейчас, чтобы было бы классно, здорово. Но здорово не получается. Ибо они что-то какой-то фигней страдают и меня бесят. Ну-ка, погоди, джип, куда ты нахрен едешь? Ты едешь туда. Какого хрена вообще здесь происходит? Почему вы все едете с той стороны? Ты кто? Сельский грузовик. Ты хочешь развернуться и поехать туда. Но какого хрена, если ты сельский гребаный грузовик, перевозит импортные сельхозпродукты? А, то есть из-за того, что мне не хватает импорта, мне везут сюда. Слушайте, вообще была такая тема. Мне сказали, дружище, а постройка ты для поездов, что-нибудь в городе, чтобы тебе коммерцию, в коммерцию развозили товары? И это на самом деле логичная темка. Может быть, стоит это попробовать. Давайте-ка протестируем эту историю, потому что я такого никогда не делал. Но суть, я думаю, вам понятна. Вот у нас товарный терминал. Он занимает охренительно много места. Если я его поставлю вот сюда, наверное, здесь будет дичь дичайшая. Соответственно, можно проэкспериментировать, поставить его вдоль дороги. Это понятно. Ну хорошо, давайте, я готов на этот эксперимент. Мы сегодня можем себе позволить. У нас в любом случае откроются этапы, мы ничего не потеряем. Но, если что, удалить мы всегда тоже успеваем. Давайте тогда мы дорогу вот эту проведем вот здесь. Подальше чуть-чуть, да? Здесь у нас всякие деловые зоны, коммерческие зоны. Никакого шума создаваться не будет, да? Ну, не дотягивается до жилых зон, поэтому можно не выпендриваться. Но у меня здесь пояс не помещается. У меня здесь не помещается пояс, да? Какого он размера? Где-нибудь есть хоть какой-нибудь пояс, чтобы я на него посмотрел? Покажите мне гребаный пояс. Вот он такой вот. Типа сколько он? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, десять клеток, да? Он, короче. Я думаю, что нормально. Можно экспериментировать. Я тогда сейчас возьму дорогу. Дорогу, дорогу одностороннюю, да? Дорогу одностороннюю. Какую-нибудь. Дайте мне какую-нибудь дорогу. Я не знаю, есть ли смысл здесь делать с велосипедами. Наверное, это полная дичь. Поэтому сделаем с травой. Можно, пожалуйста, прицепиться куда-нибудь вот сюда. И это криво получается. Это криво, а вот это не криво. Ну, хорошо. Вот будет такая вот здесь фиговина. Я понимаю, что это очень плохо все выглядит. Давайте просто в виде эксперимента это мы сделаем. Вот у нас есть вот такой вот терминальчик, да? Вот у нас есть, соответственно, железнодорожные пути. И мы эти пути прокладываем. Вот прокладываем. Не прокладываются, да? Можем проложить вот сюда. Хорошо, я соединю вот так. Пофиг на это совершенно. Какой здесь угол, какая здесь скорость. Мне все равно, да? Давайте на этом остановимся и определимся. Соответственно, я снимаю с паузы. И что мы должны получить? Сюда должны привозить товары, в том числе и вот отсюда. Правильно же я мыслю? То есть грузовиков здесь должно стать меньше. Соответственно, сейчас мы прикупим вот эту вот историю. Надеюсь, что мы ее прикупим. Вы все здесь построили или не все? А вы все здесь построили, да? Но у вас уровень пока что маленький, но вы скоро его поднарастите. Что у нас по школам? Нормально, нормально, отлично. Библиотека, ну такое. Посетители 255, число мест 1700. Поэтому я не думаю, что здесь есть какая-то сложность. Будет ли пользоваться спросом вот эта вообще история? И будет ли сюда приезжать какой-нибудь товар для того, чтобы не везти его через вот это вот все? Ну, пока что я ни одного поезда здесь не увидел. Но спешу доложить вам, что пробочка стала меньше. И это мне нравится. Пробочка у нас, ну, она уменьшилась. А нет, слушайте, она прибавилась. Ладно, сорян. Я что-то только что кидал взгляд, и она как-то стала чуть меньше. До моста не дотягивалось. Вот, машинки какие-то поехали, да? Ага, вы теперь хотите сказать, что вы мне сюда лес будете привозить? Вы что, обкуренные что ли? Что происходит вообще? Ладно, хорошо. Допустим, допустим, вот, мы получили то, что хотели. Мы можем купить здесь часть. Да мы вообще все части можем купить, черт возьми. 48 тысяч стало приходить. Вот это да. Вот эту я беру. Вот эту я беру. Да я все беру. Я все хочу. Я хочу куча, куча всего. Давайте вот это возьмем. А сколько у меня, интересно, всего осталось? Тут не посмотреть, да? Что, типа, сколько я могу купить? Наверное, не посмотреть. Но я могу купить все, потому что мод у меня установлен. И голову мне не делайте. Не рассказывайте мне сказки. Берем пока что вот эти вот части. И здесь мы тоже приделываем им товарный терминал. Пускай они возят сюда. Я не буду, наверное, здесь делать коммерцию. Ой, коммерцию. Промышленность, связанную с лесом. Но то, что я здесь хочу сделать еще один терминальчик, это инфа 300%. Соответственно, мы делаем следующее. Мы делаем вот так. Мы делаем вот так. И делаем вот так, да? Я надеюсь, что сюда помещается еще эта штукенция. Дайте мне одну. Это кто у нас? Это железнодорожная станция. Не подходит. Нам подходит вот этот вот вариант. А этому варианту подходит вот отсюда поехать. И приехать. Давайте вот отсюда начнем, чтобы было нормально. Вот так. И приехать вот так, да? Немножечко кривовато. Ну, хорошо. Я сделаю вот так. Зато возьму вот такую. И здесь забацаю вот это. Но мне сказали, что надо бы как бы, дружище, и в другие стороны развозить поезда. Что в целом было бы на самом деле тоже правильно. Давайте сделаем вот такую здесь хреновину. Но здесь нет электричества. Это решаемо на самом деле. Это вообще меня сейчас не волнует. Я делаю просто вот так. И идете вы нахрен со своим электричеством. И смотрим, что у нас получается. Пробочка пока что осталась. Хорошо. Что здесь? Началась ли какая-то дичь? Ну, я бы не сказал, что здесь дичь началась. Но, судя по всему, я не удалил светофоры. На дорогах, которые перестраивал светофоры, надо обязательно убирать. Иначе это будет не очень хорошо. Ну, здесь стало много грузовиков. Это факт. Это просто факт. С ним не поспоришь. Наверное, где-то здесь перекресток смысла делать нет. Пускай они заезжают с других сторон. Но грузовики ехать сюда точно будут. И здесь, соответственно, начинается пробочка. Пока что все оставляем как есть. Давайте не забывать про то, что грузовики вот отсюда решили повезти вот сюда товар. Что, соответственно, должно исчезнуть так, как у нас. Вот вы кто все вообще такие? Экспортные сельхозпродукты. Вы что, серьезно? А зачем? Экспортные товары. А зачем вы сюда их везете? Зачем вы сюда их везете? То есть вопрос у меня, если у вас вот. Да, то есть. Возможно, вам далеко, да? И вы хотите поехать вот сюда. А я вам сейчас дам такую возможность. Вы что думаете-то? Я как бы вообще без проблем. Я сейчас возьму и проведу здесь какую дорогу? Вот такую широкую гребаную дорогу. Вот в это вот гребанное место. Сейчас я сразу сюда светофоры выпилю. Я не знаю, что я делаю. Если честно, в какой-то момент мне кажется, что я уже потерял связь с этим миром. Но просто на самом деле некоторые вещи для меня достаточно странно выглядят. Я не могу понять, какого хрена. Ты у меня же такой же товарный терминал, да? Ну вот я их напрямую пустил. Езжайте туда как бы. Видите, здесь трафик сразу упал, да? То есть часть все-таки поехала сюда. Где ты там? Здесь вроде рассасывается. Вроде нормально. Товары сюда привозятся. Хорошо. Здесь пока что... Ну смотрите, пробки стало не так много, да, как было. Может быть пока что не идеально, но какой-то прогресс есть. И это меня радует. Хорошо. Соответственно, что у меня здесь происходит? Здесь у меня машинки повезли лес. Прямо очень резко. Вот сюда. Но тут в идеале, наверное, какой-то склад нужен, да? Для того, чтобы машинки могли сказать... Хотя пробки нету. Нормально вроде. Я думаю, что давайте пока что оставляем все как есть. И немножечко будем подождать, чтобы уже ситуацию оценить. Пока я предлагаю заняться вот этой замечательной объездной дорогой, которая здесь должна быть. Единственный у меня вопрос. Каким образом я, если захочу, а я хочу, подвезу сюда пассажирский поезд. Потому что поезд я тоже планировал подводить. Я думаю, что отличной идеей будет просто провести его за кольцевой. Хотя можно провести внутри кольцевой, да? Слушайте, нормальная тема. Мы просто возьмем... Мы просто возьмем шоссе, во-первых, мы возьмем. И здесь отступим место. Мы отступим место для того, чтобы у нас... Только это должен быть мост. Для того, чтобы у нас здесь появлялась железная дорога волшебным образом внутри. Я ее смогу подвезти. Где она? Вот здесь. Конечно, мне вот это очень не нравится. Я думаю, что здесь надо переделать будет. Это мы пока в виде эксперимента, но все же. Так, это в какую сторону у нас? Здесь в эту сторону, да, соответственно. Погоди, а у меня так получится? У меня получается вообще так сделать? Развязочка, повернись, покажись. Должно получиться, да? То есть в эту сторону. Там как у меня выглядит? Влево, да, 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 все нормально. Я просто в какую сторону машины едут? В общем, что-то потерялся. После вот этих небольших перерывов голова начинает закипать, потому что ты вырываешься и ни хрена не помнишь. Ни хрена не понимаешь, что у тебя здесь происходит. Все, дорога здесь, в принципе, пойдет всем понятным образом. Пойдет она вот так. Это мы попозже соединим. Пока что не буду здесь ничего портить. Буду пока что просто пытаться провести что-то более-менее ровное. Но, опять же, ничего не обещаю. Вполне меняемый вопрос, что мы будем делать с этой территорией. Я пока не придумал. Возможно, мы еще что-то успеем там построить. Пока непонятно, сколько мы продолжим еще играть. Но пока что поиграть можно, так как я говорил, что я хочу наиграться до смерти, чтобы меня тошнило. И потом уже, соответственно, может быть, принимать какие-то решения об окончании прохождения. Но пока что меня еще не тошнит. Я еще не наигрался. Я, на самом деле, открыл очень много для себя всяких новых механик, о которых я был вообще, так сказать, не в курсе, мягко говоря. Ну, а если не мягко говоря, то я вообще как бы нуб и ничего не умел в этой игре, можно сказать. Теперь хоть какие-то вещи мне стали понятны. И это мне нравится. Ну да, здесь будет какой-то холм. Я думаю, что мы его просто оставляем. Пускай будет. Здесь мы доводим до сюда. И пытаемся вот сюда подвести шоссе. Вроде у нас получается и даже более-менее нормально. Ну, здесь перепад высоты. Ничего страшного. Не вижу в этом. Нормальная тема. Надо подключаться тогда вот здесь. Вот здесь мы сейчас снесем. Вот здесь мы подключимся. Хорошо. С этим определились. Здесь вообще трафика теперь нет. Посмотрите. Всем пофиг совершенно. Но мы, по крайней мере, стали бабла получать. Здесь как дела? Здесь никого нет. А где все? А, все здесь типа теперь. Слушайте, я не знаю. Это какой-то рофл, если честно. Что за приколы? Какого хрена вы все едете в одно место? Почему нельзя ехать как-то в разные места, немножко рассредоточиться? То здесь вас много, то там вас много. Какого хрена? Ладно, давайте не будем отвлекаться. Я все-таки хочу дорогу достроить. Значит, мы поведем ее, само собой, вот сюда. Докуда довести, чтобы остановиться? А что это так криво здесь? Это у меня так неровно левый райончик. Ну, не левый, а нижний райончик, да? Слушайте, ну ладно, что я могу сказать. Я не буду к нему приклеиваться, так скажем, да? Я все-таки просто пойду дальше. Давайте здесь где-то тормознем. Ну, а здесь, само собой, просто возьмем и проведем дорогу вот сюда. Надеюсь, что все-таки люди будут этим пользоваться. Итак, ребятки, я поздравляю вас. У нас дорожная реформа, поэтому вот это все отсюда выезжает очень успешно. И выезжает отсюда еще шматок асфальта. Скорее всего, даже вот этого, да? Потому что, ну, должно нам хватить столько места. Давайте смотреть. Нет, столько места нам не хватает, нам нужно еще. Давайте выпилим еще и здесь приделаем тогда вот эту вот штукенцию. К моему великому сожалению, мне либо, а что, к сожалению, а давайте тогда, давайте тогда залезем чуть-чуть туда влево, чтобы здесь было более-менее красиво. Иначе будет очень жестко с той стороны подводить эту дорогу. Мне не нравится. Вот так мне более-менее нравится, и мы вроде никому не помешаем. Мне понравился такой вариант. Я думаю, что мы его оставляем. Все, вот сюда просто подводим прямую, пожалуйста. Ну, ты что, угораешь, что ли, надо мной? Дай вот такую. Вот, отлично, здесь дорога пошла, ты поехал вот сюда, отсюда вы едете, само собой, в этом направлении. Ну, а здесь уверен, что всем все понятно. Единственное, что дайте мне вот эту вот штукенцию, я сейчас здесь как-то вот так подведу, как-то вот так подведу. Мне кажется, я немножко научился пользоваться дорогами. Ну, типа, более-менее аккуратные стали повороты. Конечно, здесь неровно, но если уж мало ли кого-то будет бесить, я сразу сделаю вот так, и стало вроде нормально. Ну, хорошо, давайте запускать, хотя что запускать? Надо теперь делать какие-то съезды. Я, если честно, боюсь теперь делать вот здесь съезд, потому что, мне кажется, сюда просто поедет огромная куча всего. Но попробовать стоит. Подожди, а как я тогда поезд проведу? Ну, я могу с этой стороны, но мы-то планировали здесь. И что тогда делать? Поезд поедет у нас вон туда. Ну, я так думаю. Ага, я забыл вот это соединить. Давайте сразу вот этот момент исправим, потому что я потом забуду по классике. И будут у нас сложности. Можно, пожалуйста, вот перестать вот это делать? Зачем ты это делаешь? Я не понимаю. Все. Кольцевая дорога, по сути, завершена. Осталось только сделать так, чтобы они ей пользовались. Если я проведу здесь дорогу, ну, у меня в любом случае не пройдет. Я могу туннель сделать, да? Я сейчас просто вслух рассуждаю. Я думаю, что вы понимаете, что я хочу. Может быть, и не понимаете. Но я попробую потом объяснить. Так, и чего у нас? Место уже занято, потому что там снизу к столбам. Окейушки. Вообще, в целом, мы могли бы и здесь что-нибудь достроить. Это никто не запрещает сделать. Тем более, ветки метро у нас получится провести. Как вы понимаете, я не готовлюсь к сериям. Иногда только некоторые вещи смотрю. Но не то, чтобы прямо упарываюсь. Да, так сказать. Я просто смотрю, пытаюсь что-то понять. Ничего не придумываю и еду дальше. Поэтому в данном случае я, как всегда, пытаюсь что-то симпровизировать. И вот знаете, мне все равно непонятен один момент. Какого хрена вот здесь машинки тормозят при съезде? Да, вроде нету как бы для этого причин. Но останавливаться и ждать какого-то проезда. Там нет ничего по поводу главной и неглавной дороги. И меня это немножечко, конечно, смущает. Но я как-то с этим борюсь внутренне. Поэтому, наверное, ничего я с этим не поделаю. Это просто так работает игра. Так, здесь мы вроде сделали то, что хотели. Здесь мы вроде сделаем то, что хотим. Сюда? Вроде сюда. Ну, что-то криво как-то, да? Мы же хотим эстетики, типа там все дела. Ну, давайте. Ладно, хрен с ним. Я сейчас все испорчу. Пускай лучше так будет. Но здесь чисто по расстоянию не попал. Ну, а вот здесь можно туннель провести и поезд пустить таким образом дальше. И никто ничего не потеряет. Думаю, что таких съездов нужно делать не один. Повторюсь, опять же, здесь боюсь делать. Сделаю здесь, пожалуй. И посмотрю, что из этого получится. Конечно, будем по ходу дела уже решения какие-то предпринимать. Здесь еще и кривовато у нас получилось в этом плане. Но, ладно, мы решили с этим смириться. Возможно, я все-таки сделаю какую-то серию, пока не знаю когда, где я буду чисто делать какие-то деревья, какие-то штучки, всякие вот эти вот вещицы. Делать их в формате таймлапса с ускоренным временем. Потому что смотреть на то, как я бесконечное количество раз расставляю деревья с обычной скоростью времени не будет никому интересно. Поэтому вижу это только так. Я никогда такого не делал, поэтому у меня это, скорее всего, займет время. Если я все-таки решусь, то, может быть, выпущу какую-то промежуточную серию вместо обычной, где будет именно таймлапс, и я буду что-то на фоне этого говорить. Но там уже посмотрим. Так, вроде два съезда. Здесь есть съезды. Надо ли больше? Не уверен. Давайте запустим игру, посмотрим, что у нас получилось уже, исходя из этого. И будем какие-то решения предпринимать. Слушайте, ну вот так выглядит картина. Я считаю, что это победа. Я очень рад, что получилось. Более-менее трафик снизить в этом месте. Наверное, все-таки это заслуга не появившегося нового выезда и заезда. Это все-таки заслуга именно товарных вот этих вот штукенций. Здесь пробки нету. Самая дичь творится вот здесь. И как ее пока остановить, я не представляю. Либо пускать куда-то в другое место весь этот трафик. Типа сделать здесь мост, пустить туда, соответственно, вывозить еще товар отсюда. Ну, в целом, я не думаю, что мне это прямо сейчас нужно, и что я этим хочу заниматься. Там я везде все проверил. Светофоры я убрал, поэтому все хорошо. Все работает нормально. Единственное, что, я так понимаю, покупателей не хватает или образованных работников? Да, образованных работников не хватает. Кстати, здесь мы еще не все клеточки далеко застроили, да? Вот эти вот маленькие можно еще застроить. И будет вам счастье. А так, в целом, все остальное вроде работает. Чем мы можем заняться? Наверное, пока что я даже и не знаю. Вот здесь можно чего-то дочертить, чтобы уже как бы было. Но мне кажется, что необходимо немножечко сгладить ситуацию. Давайте возьмем интенсивность. И кто? Ты у нас наклонный ландшафт, это нам не надо. Смягчение ландшафта. Прямо, наверное, выравнивать здесь нет смысла, потому что... Блин, мне надо снести вот этот верхний козырек, потому что... У меня, видите, что здесь, да? То есть мне надо взять вот так. Давайте возьмем вот отсюда. И вот это все мы побреем. Побреем, побреем. Вроде побрили. Давайте еще один слой возьмем и тоже его сбреем. Единственное, что как-то мост себя будет чувствовать. И, наверное, это надо было делать до того, как я ставил здесь объездную. Ну и хрен с ним, будет немножечко неровно. Таким образом, мы парочку этажей земли убираем. И можем здесь, наверное, убрать даже еще один. Блин, а где бы мне за него зацепиться? Типа вот здесь я тогда убираю, да? Ну, короче, получится, что объездная у нас как бы на такой возвышенности. Даже не знаю. Наверное, нормальная тема. Блин, хотя вот здесь не очень нормальная. Будет перепад. Ладно, с ума сходить не будем. Вот это слово беру я здесь сразу везде. Хорошо, что можно теперь землю продавать. Это просто охренительное нововведение. Раньше такого точно не было. Последний раз, когда я играл, и приходилось эту землю куда-то сбрасывать постоянно. То ли горы какие-то воротить, то ли что-то еще. Вот, и вроде более-менее, да? Можно еще здесь тогда вот так вот как-то сделать. Тихо-тихо, я вот это зря сделал. Это я так не планировал. Хотя вроде и нормально. Если здесь идет набережная, надо просто взять вот такую вот штучку. И здесь более аккуратненько, вот так вот красивенько. Ну как красивенько, сделать более-менее аккуратненько. Давайте на этом слове остановимся. А что касается остального, то набережная здесь нам уже поможет. Мы пока так и не определились, кстати, что мы делаем с тем полуостровом, на котором мы планировали либо стадион, либо все вместе. Что у меня здесь получается? Ну-ка покажи. Ну слушайте, нормально. Да, будет какой-то перепад, но не думаю, что он прям смертельный. Вроде выглядит нормально, адекватно. Надо будет еще вот этот участок забирать. А что надо будет? Надо сейчас его забирать просто и все. 29 тысяч, конечно, это все стоит. Ну вот, нам вот эти клетки осталось купить. В целом все. Хочу посмотреть, как пользуются наши замечательные дороги. Люди, я не знаю, с чем это связано, но почему-то именно оттуда едет большинство людей. И вообще здесь теперь особо никто не едет. Все вроде у них хорошо, они двигаются. Ну-ка, трафик у нас какой сейчас? Ну, 89. Да, мы там пару процентов потеряли, но и то вот здесь, видите, периодически что-то происходит. Хотелось бы, чтобы этого не было. Но я пока не придумал, как это победить. Ну вы что, я только сказал, что все хорошо, и вы начали толпиться. Вы что меня бесите? Ладно, пускай они меня там пока бесят, но я все же проведу сюда еще железную дорогу. Надо вообще определиться, где у нас будет с вами находиться пассажирский транспорт. Господи, транспорт, поезд. Я так понимаю, туристы все-таки так же любят кататься на велосипедах. Точнее, не любят, они могут это делать. И мы можем в этом районе, в туристическом, соответственно, назначать городское планирование поощрения велосипедистов. Я же здесь делал дороги с велосипедными дорожками. Да, это действительно так. И, соответственно, они приезжают на вокзал и едут уже на велосипедах куда-то там. Можно так же будет сделать порт. Я пока не придумал, где. Блин, слушайте, с высоты вот так вот здесь кажется, что все криво. А вот так приближаешься, и такого нету, да? Понимаете, о чем я? Но это такой косяк уже в игре. Я не знаю. Все-таки игра какого-то там бородатого года. Несмотря на это, она пока что лучше градостроительной симуляторой. Я вообще жду, когда выпустят вторую гребаную часть. Уже пора, я хочу в это поиграть. Здесь они вроде рассосались. Но я, наверное, сейчас начну смотреть, и они снова в пробку соберутся. Да, так это работает, я так понимаю. Ну да, вот они сразу тупить начнут. Короче, надо на них не смотреть. И вот здесь у меня что-то происходит, да? Вот здесь у меня что-то происходит. И знаете, что с этим можно сделать? Я знаю. Я вам сейчас расскажу. Ну-ка, давайте я, по крайней мере, попробую, а потом уже расскажу. Чтобы была отдельная полоса, так сказать, да? Таким вот образом. Идите нахрен со своим университетом. Во, вроде нормально. Здесь пошире сделали, и у них стало много места. Но, наверное, будет чуть-чуть подтупливать, потому что двухполосная здесь дорога. И, видите, немножко притормаживает. Но не так жестко. Слушайте, а я вот что подумал. А как вам такая идея? Смотрите, мы делаем здесь. Мы делаем здесь. Вот здесь мы делаем... Что? Мы делаем здесь поезд для пассажиров. Где-то. Потом мы проводим всякие разные велосипедные дорожки. И они хреначат вот туда. Но мы им и метро можем построить, соответственно, да? Да, здесь у нас прям все хорошо в этом плане. Наверное, не совсем правильно я повел ветку. Может быть, не так я хотел бы. Но в целом это работает. Что тут ругаться? Все нормально. Людей потихонечку прибавляется, так или иначе. А сколько у меня туристов катается? Катается 217 человек. Ну, понятно, что пока что маловато. Но у меня и привлекательности какой-то туристической не особо. Ну, кроме стадиона. Мы тут, кстати, миллиончик уже заработали, так или иначе. Денежка прыгает туда-сюда. Как здесь дела? Ну, здесь все плохо. Ну, не очень плохо, но хотелось бы лучше. Они вроде разъезжаются, но нам удалось вот эту вот историю немножечко победить. Блин, ну, я, если честно, рад, но не от всего сердца, потому что вот это вот все равно. Ладно, я очень много этому внимания уделяю. Я понял. Давайте двигаться дальше. Все, я, короче, провожу в любом случае здесь рельсы. Рельсы, которые... Опуститесь нахрен. Которые поедут как-то вот так. Вот они едут. Прям проведу, проведу, проведу. Надеюсь, что вам мешать не будет. Давайте вот до сюда пока тормознем. И я попробую запитаться в гребаную рельсу вот сюда. Чего там у тебя? А, типа тебе вот эта хрень мешает. Но эту хрень я сейчас подвину. Я ее вот сюда перетащу. Она как бы все равно ни на что не влияет. Здесь физика не работает. Я постоянно жму эскейп по привычке. Хочется, чтобы это работало как отмена, но это ни хрена так не работает. Все, и вот вам, пожалуйста. О, у меня поезда только что испарились, видали? Это, наверное, из-за того, что стрелка новая появилась. Я не знаю, как это работает. Нужно ли здесь как-то поездами управлять? Ну, короче, идея сделать здесь какую-то станцию разгрузки пассажиров, мне вообще что-то нравится. Мне вообще что-то она нравится, я вам скажу. Давайте тогда здесь что-нибудь подрисуем. Подрисуем мы здесь какую-нибудь дорогу, да? Блин, и дорога что-то там не подрисовывается, походу. Потому что здесь тоже что-то происходит. А нет, нормально. Здесь все подрисовалось, она едет вот сюда. Например, вот здесь где-то тормозит. И здесь, наверное, где-то поворачивает, да? Типа того. Потом там набережная, вот это все. И, соответственно, мы получаем таким образом. Знаете, что я только сделаю? Я сейчас сначала вот так вот сделаю. Так, ты кто? Какой ты уровень вообще? Блин, здесь что-то как-то опять какой-то перепад. Ты выравнивание? Да, ты выравнивание, ты смягчение. Вот давайте-ка здесь подсмягчим, потому что здесь есть какой-то шматок неприятный, да? И возьмем вот это и сделаем чуть-чуть вот так, чтобы у нас тут было, так сказать, это. Отлично. Потом берем снова дорогу и погнали. Погнали вот сюда. Вот сюда погнали. Делаем вот так, типа того. Здесь выводим дорогу вот с этой вот части. Хреначим сюда. Здесь нам подсказывают, что есть перекресток. И вроде даже ровненько получилось. Вот такая вот штука. Можно по большому счету не городить здесь каких-то домов, а сделать только развязку для общественного транспорта, с которой будет перевозить туристов. Я думаю, что это хороший вариант. Мне он, по крайней мере, нравится. Единственное, что я не понимаю, как было бы лучше подвезти этот пассажирский терминал. То есть я подвожу, да, вот сюда, например, рельс. Потом. Но мне надо сначала разместить саму станцию, а потом уже все остальное. То есть, грубо говоря, давайте возьмем какую-нибудь дорогу. Ну, не какую-нибудь, а с велосипедными дорожками. И примерно всю эту историю будем намечать. Но здесь можно сделать какие-то магазины. Но не до хренища. Так, как бы мне зацепиться? Если у меня с этой стороны дорога. Да, то есть вот так. Вот так. Ну, к примеру, да, я пока что просто к примеру, если что там переделать всегда можно, денег предостаточно. Вот у меня пассажирский терминал. Здесь у меня идет рельс из-под земли. И вот типа сюда я его, например, присобачиваю. Я пока что не буду, наверное, играть с течением времени, потому что иначе сейчас начнутся какие-нибудь потоки туристов, а я к этому не готов. И здесь мы с вами тогда проводим туннель. Я не знаю, мне нравится туннель вообще. Как вам такая идея? Вот этот туннель сюда фигачит. Вот здесь он типа появляется из-под земли, из ниоткуда. И здесь мы пробуем подцепить. Во, это ты? Это же ты, я знаю. Здесь мы пробуем повернуть, но здесь есть одна загвоздка, да, наверное, или не одна. Но вообще не должно быть загвоздки. Нет, загвоздка есть. Что нам там мешает, я понять не могу. Нам там мешает перепад высоты. Хорошо, тогда раз мы на паузе, мы сейчас вот это немножечко бреем, так сказать. И здесь немножечко выравниваем. Вот это тоже надо удалить. У меня вроде получилось. Я провел, отлично. Ну, здесь есть небольшой перепад, но, опять же, не будем выпендриваться. Не все везде так ровно, как должно бы быть. Да и на самом деле, должно ли оно вообще быть ровно. То есть, в принципе, здесь можно какие-то магазины приделать. И даже какие-то подземные пешеходные переходы, да, попробовать. Я никогда этого не делал. Ну, то есть, как это работает? Мы берем просто с вами вот эту вот штучку. Да, блин, понять бы, куда они нас поведут, да? Понять бы, куда они нас поведут. Но они нас должны вести на ту сторону, например, и на той стороне делать автобусные остановки. Ну, вообще, идея здравая. Вообще, идея здравая. Я пока не могу понять, насколько, точнее, каким образом я хочу ее реализовать. Но давайте пока что, как бы, договоримся о том, что это имеет место быть. И мы будем этим пользоваться. Мне бы, по-хорошему, вот это все почистить. Сразу же, потому что потом я иначе про это забуду. И здесь начнется какая-то хрень полнейшая. Давайте я уберу вот это лишнее. А, здесь будет перепад. Ну, хорошо, я перепад как бы оставлю. Я просто уберу очень большие шапки, которые мне прям будут мешать суперсильно. Да, вот такие вот. Если там будет перепад в одну, в один уровень, то это полная фигня. Если там будет перепад как бы в три уровня, то это будет, конечно, неприятно. И все это будет выглядеть очень недостойно. Ну, то есть, вот как-то так, да? Мы здесь ровняем более-менее. Можно сюда, наверное, не лезть, как бы, в целом нет необходимости. Но я так чисто понемножечко кистью повожу, дабы расслабиться от этой рутины. А это получается крайняя территория, да? Вот это. Ну, давай я тоже куплю. Да давай я все куплю вообще. У меня денег, миллионы просто на счету. Но это все. Это край. Вот мы покупаем все территории. И будем знать, что это все у нас есть. Потратим денег. Очень много. Да, на самом деле, не так уж и много. По большому счету, это фигня для нас сейчас. И мы теперь видим как бы всю картину целиком. У нас тут еще огромное озеро. У нас по-любому есть же еще морские связи. Мы можем порт поставить. Ну, я в этом не сомневаюсь. Потому что я помню, что в начале игры на этой карте морская связь внешняя тоже была обозначена, что она присутствует. И можно людей куда-то будет привозить. Но, наверное, делать это все близко друг с другом, типа поезд и типа, например, порт, это глупость. Будет по-любому столпотворение какое-то дикое. Ну, ладно, я еще порт вот здесь представляю, например. Где-то вот тут я его не представляю. И мне бы здесь, на самом деле, может быть еще чуть-чуть земли, чтобы сделать набережную потом адекватную, да. То есть, о чем я говорю? Мы сейчас... Мы, наверное, сегодня будем готовиться. То есть, тихо-тихо, ты что делаешь? Мы будем готовиться. Сегодня прямо кучу всего не будем. Что, мне земли не хватает? Купить тогда нахрен. Ну, вот продаю сначала кучу, потом покупаю. Вот, мы здесь делаем что-то вот такое, например, да. Не знаю, насколько нормально это, но я думаю, что пойдет. Здесь будет перепад. Это мне не очень нравится. Ладно, посмотрим, как набережная себя поведет. Я пока не представляю. Здесь мы забацаем с вами тогда вот этот вот пункт сбора туристов и развоза его везде. Давайте запустим пока что эту всю историю. Посмотрим, что сейчас будет. Туристы приезжают. А ничего не будет, воды здесь нет. Туристы приезжают и садятся на автомобиль, если я все правильно понимаю. Это что такое? А, нас немножко подтопило. Небольшой цунами, но оно сейчас уйдет. Ну-ка, давай, туда-обратно лейся, потому что не придумывай мне тут чушь. Все должно быть нормально. Блин, ну какого хрена вода ты себя так ведешь? Ладно, я думаю, что это пройдет. Да, это сейчас уйдет. Короче, ничего страшного. Ну, накосячил с ландшафтом и ладно. И, в общем, соответственно, туристы приезжают, садятся на тачки и куда-то едут. Мы сейчас посмотрим, насколько это будет работать. Да давайте завезем туристов, да? То есть не вижу в этом ничего такого криминального. Ну, будет здесь такая вот фигня. И хрен ты с ней. Но и чего? Нельзя строить на воде. Так пусть вода нахрен отсюда уходит. Я буду строить не на воде. Как вам такой вариант, например? Не дает. Не дает он мне здесь побаловаться с лэпом. Я сейчас вот здесь подниму. Здесь переведу. Сюда просто подведу, чтобы работало тупо. Остальное нас не интересует. Все, вроде вода испарилась. Эта штука запущена. Сейчас мы посмотрим, какое количество туристов к нам начнет заезжать. Здесь, конечно, нет никаких остановок. Но с другой стороны здесь есть вот эта вот хрень, как называется метро. И есть велосипедные дорожки. Но не везде. То есть я даже могу подвезти им туда велосипедную дорожку. Они туда просто приедут, да? И поедут. Ну давайте посмотрим, когда подъедет первый поезд. Я надеюсь, что он подъедет. Опять же, скорее всего, надо было сделать немножечко не так. Ну точнее так, но немножко еще кое-что добавить. То есть мне нужно было... Опустись-ка, пожалуйста. Мне нужно было вот сюда добавить еще подъезд. Но я здесь, исходя из того, что наворотил, добавить не могу. А здесь как-то можно внешние связи, да? Наверное, посмотреть. Я просто не знаю. И точнее не помню, как это делается. Но у нас нет никаких экскурсий и так далее. Этим тоже можно заняться. Сегодня у нас именно такая вот штука. Мы смотрим, как все работает. Мне вообще сказали, а что ты не делаешь перекрестки с дорогами? Да по большому счету можно. Ну имеется в виду железнодорожных путей. Но как бы не то, что мне прямо это надо. Да, то есть по-хорошему то. Но похоже, здесь другого варианта не будет. Я пока ни одного поезда не увидел, который приехал ко мне пассажирский. Ты кто? Ну-ка остановись. Ты грузовой поезд. Владелец Лас-Вегас. Тут поезда немножечко пробку создали, но вроде разъехались. Блин, ну хоть один пассажирский-то поезд можно увидеть? Ты кто? Ну-ка признавайся. Ты тоже грузовой. Ну какого хрена, блин? Ребята, привезите мне один пассажирский. Я хочу на это немножечко посмотреть. Ты вот тоже пассажирский? Точнее грузовой. Да, товарный терминал, грузовой поезд. Да что же вы делаете-то? Может быть с этой стороны они хотят подъехать? Может быть действительно им здесь надо что-то сделать? Слушайте, а может быть мне надо было вот здесь делать товарный терминал? Может быть это была бы хорошая идея? А давайте-ка перенесем. Вот я что придумал. Давайте-ка раз у нас сегодня день экспериментов, то мы попробуем его здесь организовать. В принципе, таким же путем. Не будем ничего придумывать. Вот так. И вот так. И берем вот этот терминальчик и говорим о нем, братишка, ты теперь вот здесь у нас живешь. И мы теперь тебя сюда подпитываем, да? Получится ли у нас здесь в две стороны сделать рельсы, я не знаю. Давайте пробовать. Мы то есть подводим прямо. Блин, вот эта вот хрень. Подвидись прямо. Че тебе не нравится? Место уже занято. Какого хрена у вас здесь происходит? Че вы городите? Короче, вот такое я придумал, потому что здесь получалась какая-то загогулина. И это бы так не работало. Водичка есть, электричество скорее всего отсутствует. Но это опять же не проблемка. Да, здесь может быть близко к жилым домам. Но у меня тут началась дичь какая-то с рельефом и не давала сделать мне нормально рельсы. Здесь, само собой, мы можем уже что-то подвыперить. Поезд, вали отсюда нахрен. Всегда больше ехать не надо. А вот что касается вот этого направления, то я бы попробовал все-таки здесь что-то приделать. Для того, чтобы пассажирский поезд мог с этой стороны подъехать. Но видите, здесь угол очень большой, да? Поезд будет тормозить. Давайте сейчас мы в виде эксперимента, потом, если что, будем корректировать. Уже я просто хочу понять, как это работает, так как я просто не знаю. Напоминаю, что я много чего не знаю. В общем, здесь у нас теперь... А что у меня здесь-то такое? Разъезжайтесь нахрен отсюда. Что вы делаете-то? Хотите, может быть, велосипеды как-то соединить вас дорожками? Хотя здесь все в целом соединено в большинстве случаев. Но тут что-то, какое-то столпотворение началось. Вроде еще ничего не стартануло, но ребята уже потихонечку едут. Ну, короче, ожидаем. Мы первый грузовой, точнее, пассажирский поезд. Пока что ни одного мы еще не увидели. Ты вот кто? Ну, видно, что ты грузовой. Я не знаю, может быть, надо подождать какое-то время. Это дело одуплится. Что-то здесь у меня поезда начали друг за другом ехать и тупить. Тоже непонятно, по какой причине. Пока что едут только грузовые. Ну, хоть один, дайте нам посмотреть. Я здесь достаточно корявенько подумаю, что надо вот так еще сделать. Знаете, для чего? Чтобы отсюда, из фермы, могли привезти и вот сюда. И отсюда, соответственно, подать товар во все магазинчики. Ну, просто у меня тут теперь движение поездов охреневшее просто. Посмотрите на это. Они там друг друга ждут. О, ты кто? Ты пассажирский поезд? Скажи мне. Да, 113 пассажиров едет в наш город. Вот он замечательным образом свернул и поехал. Давайте смотреть, что теперь будет происходить. Значит, вот здесь у нас стоит вот эта вот история. Здесь нет никакого общественного транспорта. Соответственно, мы понимаем, что они как-то должны будут отсюда уехать. Поезд успешно подъезжает, высаживает кучу народу. Этот народ идет, выходит вот отсюда, садится на огромнейшее количество автомобилей и хреначит, соответственно, в город. Таким образом, создавая здесь проблему в виде пробки. Ну, метро здесь напрашивается, да. То есть, тут все понятно. Здесь не нужно ничего думать. Я пока что просто это делать не буду. Наверное, я здесь еще и светофоры не убрал. Поэтому надо это дело поправить. Вот таким вот образом. Так, здесь у меня как дела? Здесь у меня просто поворот. И вот они поехали в разные стороны тусоваться. Я думаю, что они быстро рассосутся. Да и пока что туристов к нам маловато ездит. Скорее всего, чуть позже, когда мы прибавим для них всякие разные приколюхи, туристов станет ездить намного больше. И мы будем с этого больше бабла получать. В этом я тоже не сомневаюсь. Я просто не очень хочу делать пассажирское сообщение в виде поездов в городе. Но мне как-то вообще не нравится эта идея. Вот так, типа, привезти туристов. Нормальная тема. Вон, 35 тысяч получаем. А что у вас, как бы, у вас все нормально, да? Нормальной эксплуатации, доступных вакансий нету. Ну, потребность сейчас есть во всех зонах. Но я не вижу смысла городить. Надо будет подумать. По-любому. Тут кто-то заболел или мне показалось? Показалось. Ты что делаешь? Ты освобождаешься? Все, больше не освобождайся. По-любому здесь будем достраивать? Ну, наверное, не до Талова, вот до сюда. Какую-то часть еще построим. Может быть, где-то здесь ограничимся, да? Не знаю. Но вот это хорошая тема. Наверное, где-то порт сделаем. Потом, когда мы здесь доделаем уже с вами все улицы, можно будет спокойно доделать набережную. Надо сюда приделать. Ну, я рад, что мы добрались, по крайней мере, до всех зон. Это уже существенно упростило задачу. Я вам скажу, что вот эта дорога все равно как-то не пользуется спросом. Да? То есть, вообще, вон еще пассажиры едут. Ну-ка, сколько у вас? 127. Ну, плюс-минус одно и то же количество. Наверное, постоянно оно будет увеличиваться. А вот если посмотреть вот здесь, да? То увидим ли мы какие-то крутые станции для поездов? Подземная станция метро. Вот ты кто? Рыночная станция. Не знаю, что это такое. Перекрестный железнодорожный узел. Вот, смотрите, какая фигня. Но это железнодорожный узел, то есть пересадка, да? Прикольная тема. Ты у нас кто еще раз? Площадная станция метро. Блин, вот это прикольно, кстати. Очень прикольно. Что-то я тогда просто не знаю, то ли я уставший был, то ли что-то еще. Наземная железнодорожная станция с двумя островными платформами. Слушайте, я думаю так, что мы, скорее всего, с вами перестроим ту станцию. Но какую станцию красивую, вот такую, да? Они же охренительные. Смотрите. Надземная железнодорожная станция с основной платформы. Короче, тут охренеть сколько вариантов. Очень много. Ну, это какие-то маленькие станции промежуточные, да? То есть, ну, там, типа, поставил вот здесь и едет. А что вот это? Счастье и шум. Шум не очень большой, счастья много. Ну, прикольно, прикольно. Но мне нравится какой-нибудь такой вокзальчик забацать. Это сейчас было в виде эксперимента, но все же... Все же это работает. 127 пассажиров приехало. Если мы посмотрим... Нет, не сюда. Кстати, 90% стало трафика, что меня тоже радует. Я хотел посмотреть общественный транспорт и вместе с ним количество туристов. А где это вообще можно посмотреть? Ну, наверняка количество туристов здесь можно посмотреть, да? Но я не знаю где. Что такое отдых? Делает жителей счастливее. Это парки. Это мы поняли. Ты кто? Ты у нас внешние связи как раз, да? И чего? Чего я вижу? Объем импорта. Ага, понял. Экспорт 5400. Хорошо. Где туристы-то и кто там? Вот, туризм. И что нам это дает? Туристов много. Вот здесь, вот в этих всех местах, да? Ну, ладно, хорошо. Студенты, туристов за неделю. Понятно, понятно. В общем, и студенты, и туристы есть. Но в целом я не очень понимаю, как бы. А, ну вон, да? Вот здесь больше всего. Я правильно понял? Суперфиолетовое. Это много. Вот этот цвет, да? Или где-то он здесь находится. Но им здесь явно не хватает каких-то развлечений. Было бы так прикольно. Кстати, скорее всего, наш парк уже прокачался и требует ценность развлекательную для того, чтобы получить следующий уровень. И уже можно будет его дальше развивать. Ну что, давайте, наверное, на этом сегодня остановимся. Я после небольшого перерывчика, мы как-то ворвались и как-то вроде все заработало. Пробочка рассосалась. Терминал, на самом деле, действительно тема нормальная. Как таковых пробок нету, да? То есть все работает. Ну где она? Здесь, наверное, только пробка. И то здесь даже рассосались. Мы, видно, столько всего продали, что больше ничего не скапливается. Хотя на складе продукция имеется и можно ее тоже продавать. Не знаю. Здесь у меня продолжается какая-то дичь. Я видел подсказки по поводу рудников, по поводу ферм. Слушайте, давайте честно. Все, мы забиваем на это. Я ничего не буду делать с этой промышленностью, потому что работает она через одно место. Ни хрена себе, а что это у меня с заводами такое? А почему они такие? Я что-то сделал. Или типа это из-за образования, да? Они такие стали. Прикольно. Ну, я не знаю даже, насколько мне это нравится. Мне кажется, что обычные заводики всякие с трубами выглядят лучше. Ну, типа вот этот, например. Хотя это второго уровня, но выглядит просто по-другому. Все. Завершаем на этом. В следующей части будем с вами разрабатывать уже полностью вот это вот место. Скорее всего, здесь парочку магазинов появится. Не более того. Будем делать пересадочный узел для всех пассажиров. Велодорожки, не знаю, метро, автобусы и так далее. Все это здесь у нас появится. Кстати, может быть даже монорельс каким-то образом волшебным подведен. Вам спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч и пока-пока.